Главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции в совместном заявлении пообещали усилить поддержку украинской обороны промышленности и инвестировать в поставки боеприпасов для сил обороны Украины. Наши страны являются крупнейшими поставщиками военной помощи Украине на душу населения. И наша поддержка не ослабнет. Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Из совместного заявления глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции. Россия, по мнению европейских партнёров Украины, остаётся самой серьёзной угрозой глобальной безопасности в долгосрочной перспективе. Война России против Украины и гибридная агрессия Москвы разрушили мир и стабильность в Евроатлантическом регионе и серьёзно подорвали глобальную безопасность. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении запустить программу морского патрулирования для обеспечения безопасности Балтийского моря от российских угроз. Эта инициатива будет совместным проектом государств, имеющих выход к Балтийскому морю. «Мы разделяем оценку ситуации в сфере безопасности, включая обеспокоенность по поводу критической инфраструктуры и стратегических ресурсов вдоль Балтийского моря. Нам нужны новые инструменты и амбициозные средства для противодействия угрозам. Вот почему я предлагаю создать миссию по охране порядка в Балтийском море». Россия представляет угрозу для каждой европейской страны, уверен Дональд Туск. Именно поэтому глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения расходов ЕС на оборону. А в Эстонии призвали союзников инвестировать в украинскую оборонную промышленность. «Чтобы положить конец этой войне, мы должны оставаться едиными, решительными и усилить давление на Россию. Мы должны предоставить Украине больше военной помощи, снять ненужные ограничения на использование оружия и обратить внимание на реализацию плана победы Украины. Это позволит Украине взять на себя инициативу и подготовить почву для честных мирных переговоров». Министр обороны Эстонии Ханна Певкор обратил внимание, что украинская оборонная промышленность сейчас наращивает производство. В частности, в Украине за год производят в 6-7 раз больше гаубиц, чем во Франции. Но если союзники будут активно вкладывать средства в ОПК, Украина сможет удвоить выпуск вооружений. Но военная помощь Киеву тоже необходима, поэтому в Финляндии планируют построить предприятие по производству беспилотников. Оно будет покрывать нужды в дронах как Украины, так и Евросоюза. Беспилотники, которые станут частью портфеля «Сама Дефенс Гроуп» через совместное предприятие, уже продемонстрировали свою важность и стратегические возможности в Украине. Беспилотники играют ключевую роль в защите критически важной инфраструктуры, а также в чрезвычайных и спасательных операциях. Создание производства в Финляндии повышает безопасность поставок как Украине, так и на международном уровне. Юси Халапайна – генеральный директор «Сама Дефенс ЛТД» из публикации на сайте компании. Основная задача нового завода – расширение производственных мощностей для выпуска беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также запуск их серийного производства в Финляндии и Европе. Старт массового выпуска дронов намечен на первую половину 2025 года.